Разные города и часовые пояса, спортивный азарт, эмоции, переживания и новые рекорды. Участники президентских состязаний из 81 региона России упорно шли к победе три недели. 500 почета дождался своих героев. Первые награды самым быстрым и ловким. В соревновании по мини-футболу среди городских классов команд победу одержали представители Чеченской Республики. Среди сельских классов команд впереди Брянская область. В соревнованиях по дартсу выступили 162 девушки и 155 юношей. Лучшими стали Алена Петрова из Магаданской области и Иван Александров из Республики Мариэл. Это многое значит. Я очень рад, что победил. Получил море эмоций. Покупался впервые на море. Впервые в истории президентских состязаний в программу соревнований включен вид самбо. В турнире по самбо участвовали 14 команд. Лучший результат – 120 очков из 130 у команды из Республики Бурятия. Лучшими баскетболистками признаны девушки из Тавропольского края. Мастерами владения мечом среди юношей оказались школьники из Чеченской Республики. Юные стратеги соревновались в шахматном мастерстве. В нелегкой борьбе победу над всеми соперниками одержали Надежда Волочихина из Приморского края и Илья Абрамов из города Салихард. В дисциплине плавания личный и командный зачет. Быстрее всех преодолели 50 метров вплавь магаданский школьник Кирилл Кузнецов и Ольга Гуреева из Волгограда. В смешанной командной эстафете по плаванию победу одержала команда Волгоградской области. В такой момент гордишься своим городом, своей командой и самой. На бальность очень сильно. Просто такое облегчение. Волгоград! Медалями отмечены лучшие спортсмены президентских состязаний. В шестерку призеров в общекомандном зачете вошли сельские классы команды из Красноярского края, Республики Башкортостан и Алтайского края. Призеры среди городских классов команд приехали из города Краснодара, Воронежской области и Республики Дагестан. Радость, улыбки, счастливые болельщики. Все испытания позади, теперь можно насладиться победой. Они стали лучшими среди тысяч мальчишек и девчонок. Они стремились к этому и сегодня, стоя на почетном пьедестале, приблизились к олимпийским медалям.